Миллион евро наличными, или как боксер, выстоявший 12 раундов против Али, оказался на улице. Эта история показала, что в западном мире огромное количество добрых людей, готовых помочь ближнему, попавшему в беду. История Руди Лоброса как раз тот случай, когда чемпион стал нищим, фактически оказавшись на улице. В 1973 году в Джакарте состоялся боксерский поединок. В одном углу ринга оказался известный спортсмен из США Мухаммед Али. В другом Руди Лоброс, звезда голландского бокса. Бой продолжался 12 раундов. Победителем той встречи был объявлен американец, а голландский боксер ушел зализывать раны. Потом Руди рассказывал, я единственный белый боксер, который боксировал с Мухаммедом Али и не был нокаутирован. Проиграл по очкам. Мы остались друзьями с ним. Спустя много лет после той встречи Руди решили снять документальный фильм, как вдруг обнаружили, что следы его затерялись. Никто не помнит, когда видели его в последний раз. Было только известно, что спортсмен путешествовал по миру в маленьком фургоне. С ним ехала его жена и целая группа бездомных собак, которых семейная пара приютила у себя. Боксера нашли в Болгарии, где он с супругой жил в сельской местности, буквально в трущобах. В их жилище не было воды, отопления и электроэнергии. Давний друг Руди, профессиональный велосипедист, организовал кампанию по сбору средств для помощи голландскому чемпиону. На телевидение вышла передача с рассказом о тяжелой судьбе спортсмена. Пожертвования, присланные неравнодушными гражданами, позволили Руди вернуться домой, где он получил помощь государства и своих сограждан. Всего поклонники боксера собрали более миллиона евро. Руди по-прежнему обладает этим невероятным духом и психологической стабильностью, которые позволили ему добиться столь больших успехов в боксе. Такая вот интересная история. Ставьте плюс в комментах, если понравилось.